Здравствуйте! Сегодня будет одна из последних вводных лекций, то есть сегодня будет не так много про саму джаву, сколько о другом. Вы уже сдали мне две домашних, кто-то там еще доздаёт. И, соответственно, за это время был подключен в проект Checkstyle, чтобы все писали единообразные, плюс было много домашних, которые вы сдавали, где были какие-то лишние файлики, которые не надо было трогать. Соответственно, обсудим эти темы, потом обсудим, как дальше будем сдавать домашние и рассмотрим следующую домашнюю работу. Во второй домашней было вот такое вот требование, что давайте посмотрим, что там нет никаких лишних изменений, что файлы только внутри того пэккеджа, который предназначен был для домашней и что ничего больше не менялось. Какие-то файлы, я так понимаю, были затронуты случайно, что как-то не так был настроен проект. Некоторые файлы, так понимаю, что вы сознательно меняли, либо не было мержа с актуальным мастером, потому что там какие-то исправления были уже. Собственно, зачем? Зачем такое требование? Какие могут быть варианты? Ну, конфликты возникают обычно по другой причине, когда несколько человек работают над одними и теми же файлами. Ну, казалось бы, да. То есть это можно принять за аргумент, что на работе, когда много разных человек могут теоретически работать над ним и тем же, то чем меньше изменений вы затронете, тем меньше потом придется разгребать в процессе мержа, чтобы слить конфликтующие между собой изменения. Ну, в общем, собственно, вопрос, это на самом деле вопрос, это вопрос не скорее к вам, а надо подумать, а нужно ли вам эти файлы вообще менять? Вот эти лишние, да? То есть входит ли это там в задачу вашу? Как бы это вы сознательно решили поменять или... Ну, то есть бывает так, что вы пишете код, понимаете, что вы хотите заиспользовать другой какой-то код, который уже до вас был написан, он оказывается менее удобен, либо не подходящего функциональности, и это тогда действительно оправдано. Но это уже рефакторинг, когда вы берете и сознательно меняете какой-то код, который косвенно относится к вашей конкретной задаче. А просто так, что вот хочется удалить комментарий, мне он не нравится, или здесь там скобочка не та, давайте поменяем, а вот это название метода другое я сейчас переименую, это делать все не стоит, лучше оставлять все таким, каким оно было. Дальше есть второй вопрос, да, что когда вы... Ну, в нормальной ситуации, если есть какой-то долгоиграющий проект, то есть хорошая практика ревью-кода, когда один либо два там человека, ну, как договорятся, смотрят на ваши изменения. И, например, в некоторых компаниях есть такое, что кто-то там смотрит, первые там ревью смотрят на какие-то более глубоко, как это будет вообще работать, а кто-то второй более опытный смотрит уже в общем и целом, чтобы какие-то архитектурные нюансы посмотреть. То есть обычно это более квалифицированный человек проводит ревью, который лучше знает ту область в рамках, ну, задачу, ту область кода, по которой вы делаете вашу задачу. И тут возникает нюанс, да, что когда человеку надо, когда он это смотрит, в процессе просмотра ревью надо дать какую-то по хорошему адекватную оценку вашему коду, а для этого надо понимать контекст вашей задачи. Соответственно, чем больше изменений вы туда впихнете, не совсем, возможно, оправданных, тем больше времени нужно как бы человеку, чтобы все вспомнить, чтобы дать вам какой-то адекватный фидбэк. Соответственно, и дальше есть как бы второй нюанс, да, что если вы уже сами опытный разработчик, который там ревьюет других, то, скорее всего, ваши ревью будут проходить довольно гладко. Ну, просто потому, что вы знаете уже, как писать код, вы его много написали, вы прошли сами многие этих ревью, и, возможно, еще кого-то другого учите, да, то есть, ну, имеется в виду, что, скорее всего, вы с первой попытки напишите нормально, скажем так, но когда приходят какие-то новые люди в проект, либо незнакомые, то есть, либо совсем новички, либо незнакомые с какими-то вашими технологиями и нюансами, либо это может быть какой-то большой проект, и вы взяли какую-то в другой части его доработали, то вам могут высказывать на ревью какие-то замечания. Можно относиться к ним по-разному, что вам помогают, можно расстраиваться, что вас дергают с этими замечаниями, но получается, что если ревьюера что-то не понадобится, то тут надо как-то решить вопрос, кто правее. И если бывают изменения, которые, ну, как бы адекватны, да, то есть, сказал, вам сказали, вы посмотрели, да, действительно все так, а бывают некоторые спорные нюансы, то есть, иногда бывали ситуации на моей памяти, когда человек там спорили про стиль, например, но это не про лекцию, да, а просто, что реально там человек говорил, я вот писал у себя так вот, а вы у себя пишете здесь, я не вижу смысла это все исправлять, и вообще на этом ревью ты как бы не имеешь права меня тут за это указывать. То есть, иногда бывает, что какие-то изменения, ну, какие-то ревью начинают проходить очень долго из-за спорных моментов, и получается такое перекидывание, как бы, то есть, какая цель, да, если ваша цель устроить бесконечную бюрократию, то, наверное, это удобно, да, как бы, вы сделали что-то, потом вы долго отвечаете, долго это все правите, но по-хорошему разработчик должен думать о результате, который он предоставляет, и делать его быстро, да, поэтому оправданности в том, чтобы долго перекидываться и спорить, никакой нету. Ну, и в связи с этим, соответственно, есть еще первый момент, что, как бы, если вам не нужно что-то трогать лишнего, то делайте свою задачу и, как бы, счастьем и радостью берете следующую. Дальше, смотрите, есть такой нилан, что если вы что-то задели, то это потенциально может сломаться. Потому что бывают иногда такие моменты, когда, ну, разработчик делает какую-то задачу, он ее сделал, он ее закоммитил, тут начинается тестирование и выясняется, что ничего не работает. Но это, как бы, еще ладно. Бывает такое, что, как бы, много чего сломалось, может там коммит откатить, либо там какие-то реальные изменения серьезные. Но иногда бывают такие моменты, что, чтобы починить сломанное, надо починить одну строчку. Типа, ой, забыли, тут, типа, не то условие поставили, не ту скобочку, не тот оператор, не ту переменную ввели. То есть бывают такие, что бывают баги, которые правятся в одну строку, но они почему-то ускользают от взора во время тестирования, либо там ревью, либо в процессе кодирования, когда разработчик сам проверяет. Соответственно, может что-то сломаться лишнее, что вы вообще не ожидали. То есть вы потрогали какой-то чужой код, там сломается, и потом придется еще долго выяснять. То есть придется и вам выяснять, и тем, чей этот код чужой был, тоже это выяснять. Кто, ну то есть, ваше ли это изменение сломали или не ваше. То есть иногда бывает такое, что что-то сломалось, неясно, кто это сломал, начинается, ну то есть не важно, кто это сломал, главное починить, но надо понять причину. И начинается как бы смотрим, начинается смотрение по коммитам, какие были, чтобы понять какой коммит мог какую-то функциональность задеть, которая раньше работала. Ну то есть, да, что надо по-хорошему тестировать все, что было хоть как-то затронуто, прям как задачи. Потому что если что-то, ну если вы делаете новую фичу отдельно где-то, да, то по-хорошему вы должны ее уметь как-то отключать, чтобы ее не сразу выкатывать на продакшн-систему и пользователей. Ну и соответственно все, что было затронуто, по-хорошему тоже надо смотреть. Ну и также есть, смотрите, есть такой момент, да, вот вы когда делаете, вы когда делаете это в рамках своей задачи на рабочей машине, на своей локальной, это еще вы делаете, об этом в принципе-то никто не знает, да, что вы там себе накодили. Дальше вы это скидываете на ревью, там люди смотрят, начинают как-то с вами обсуждать то, что вы сделали. Дальше это все тестируется, а потом наступает финальный момент, да, когда вы это все коммитите. Соответственно из коммита уже слов не выкинешь. И когда, если проекты долго развиваются, то кто-то может открыть код, что-то не понять. Он откроет гид, ну посмотрит историю изменений файлика и там увидит того, кто эту строчку закоммитил. Соответственно, к вам скорее всего придут и спросят. Соответственно, типа, а зачем вы там комментарии выдалили, а почему вы тут то поменяли? То есть по-хорошему, ну как бы, если это ваша зона ответственности, все правильно. То есть вы должны по максимуму свой код знать, свой код... То есть смотрите, просто была один раз такая неловкая ситуация, когда несколько разработчиков делали одну большую задачу. Они ее делали, 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 делали ее неделю, делали ее вторую неделю. Долго проходили ревью, там был разработчик, там дизайнеры были, был фронтенщик. В итоге это все добро они закоммитили. Но закоммитил не разработчик, а закоммитил фронтенщик, который в принципе писал только там стили и верстку. Но потом, ну так как это был большой пласт изменений, потом из раза в раз люди приходили к нему и спрашивали, слушай, а что вот здесь вот так вот сделано? И он каждый раз отвечал, что это вообще-то не я, это я просто закоммитил, а вот вы идите к автору. То есть бывают и такие моменты, да, когда, ну то есть вы когда делаете коммит, все это ваше авторство, это ваша ответственность. Вы должны за нее нести ответственность какую-то и соответственно в будущем править за это все ошибки. То есть опять же, да, если, ну то есть по-хорошему вы должны знать свой код, быть готовым его всегда поправить. И бывает рефакторинг, да, который действительно оправдан, просто здесь речь сейчас о том, что не нужно делать что-то, что вам просто кажется, что хочется, да. Если это действительно стоит, тогда чужой код меняется, рефакторится, изменяется. Надо понимать зачем. Главное, чтобы это было действительно необходимо, а не просто потому, что вам захотелось какой-то комментарий удалить, либо вам название функции не понравилось. Дальше вы уже видели, те, кто начали делать домашнюю вторую, чек-стайл, да, что у вас в какой-то момент, если вы пробовали это делать, то у вас в какой-то момент стал не собираться проект. Если у вас какие-то, то есть если вам так повезло и вы написали все правильно и красиво, то скорее всего ваш проект соберется корректно. Но были те, кто писал как ему угодно, то есть не как ему угодно, а просто если вы не знаете как писать правильно, получается по-разному и не всегда это как бы общепринято в той компании, в которой вы работаете. То есть есть разные компании, которые в одной компании будет у вас один стиль кодирования, в другой другой, но правильно придерживаться того стиля, который в компании принят, а не вашего собственного. Об этом мы поговорим чуть дальше. То есть собственно вопрос, да, как правильно и файлса написать? Казалось бы, Java позволяет писать по-разному, да, можно написать вот так вот, если в условии сделай что-то на той же строчке, иначе сделайте что-то другое. Почему бы и нет, да, смотрите, экономим время, вроде все понятно, ну как бы имеет право на жизнь. Одна команда, все окей как бы, все здорово и даже читается легко, смотрите, если это, то делаю это, иначе другое. Можно попробовать вот так вот, например, писать, да, модификация. Ну давайте типа сделаем красивый EFL, а тут-то зачем нам, ну у нас одна команда, давайте на той же строчке поместим. Может быть вот так вот, например, почему бы нет. Может быть кто-то там пришел, кто-то вот на питоне, я знаю, отступы есть. Здесь вот решили по одному написать, а тут отступ. Ну или вот так вот, например, есть компании, где вот, например, пишут в таком стиле. Но на самом деле он как бы, казалось бы, это экономит место, но проблема на самом деле в другом. То есть стиль кодирования на самом деле вам еще может помогать допускать меньше ошибок в вашей программе. То есть вот если у вас есть такой код, и он на самом деле вот такой вот. То есть здесь есть if, здесь какое-то действие, да, else, и тут вот что-то еще, что не входит в этот if. Вот такой вот у вас кусочек кода оказался, да. И вот, допустим, вы хотите что-то добавить, вы добавляете внутрь if. Здесь все корректно, вы просто не можете написать два условия и else. Вам Java скажет, что поставьте скобочки, иначе так не проканавит. Ну иначе ключевое слово else стоит как бы некорректно. Но тут вы можете захотеть добавить что-то в else. И Java вам на это ничего не скажет. И вот вы добавили второе условие под else, а добавили его не туда. Ну могло такое произойти. Ну то есть не сказал бы, что это такой сознательный, да, проблема. Но случайно можно было бы поторопиться, либо не заметить и поставить условие не туда. И вроде относится к else, а стоит здесь вот. И если этот баг не найдут, то потом еще люди будут голову ломать. Да как бы, а это в else надо было впихивать или в do always. Ну то есть к чему относится, к оператору, либо к остальному коду. А кто-то может перейти и не знать, что надо скобочки ставить и поставить вот так вот. И можно допустить условную там ошибку просто по незнанию, да, что надо было бы вот здесь поставить скобочку. Кто-то решил, что ага, типа ну два отступа достаточно, ну вот поставлю сейчас вот как здесь у if. Скобочки Java не просит, ну наверное все нормально. Наверное проканает. А если еще сделать это вот так вот, то еще даже лучше, да, тут еще сложнее заметить ошибку. То есть не было скобочек и вероятность ошибки еще возрастает. И обычно на самом деле, когда придерживаются такого стиля, там обычно есть, ну то есть не такого, а... Так, где он? Вот такого вот стиля, то обычно есть дополнительное правило, что давайте мы всегда после else будем оставлять пустую строчку. И тогда, когда вы всегда видите один и тот же код и всегда после else пустая строка, это не вызывает подозрений, то есть если будет после else две строчки, сразу мозг как бы воспримет это как потенциальную ошибку. Ну то есть если две команды ставим скобочки, если одна, то обязательно ставим потом еще пустую строку оставляем, чтобы вот как раз таки избавиться вот от таких вот проблем. Так, где этот становился? Вот, казалось бы, смотрите, а можно было бы писать скобочки везде? Но это занимает чуть больше места. Ну в этом кейсе, конечно, без этого не обойтись. Но даже когда одно условие, казалось бы, их тоже стоит ставить. Потому что вот два противоположных подхода. Можно было бы поставить скобочки ставить всегда, то что слева, и ставить скобочки только тогда, когда у вас действительно есть несколько операций, то есть экономить место. Но если в этом подходе вы скобочками своими обозначили границы этого if else, то в таком подходе желательно еще оставлять пустую строку. Но, соответственно, если вдруг понадобится добавить что-то еще, так или иначе это придет к варианту с фигурными скобками. И, в общем-то, если вот будет у вас в проекте весь вот такой вот зоопарк, то это как-то все не очень здорово. Хочется, чтобы все писали одинаково и экономили на этом свое время. Соответственно, чек-стайл, да? Чек-стайл – это, значит, он такой вот инструмент разработки, помогающий автоматизировать процесс поддержки стандартов, кодирования стандартов. Вот так вот. Чтобы не было вот такого вот разнообразия. То есть вот здесь вот вам придется еще понимать, что здесь написано, да? Как бы надо не только думать над кодом, а еще и пытаться конвертировать такой вот стиль в понятный для вас текст. То есть, казалось бы, если сделать вот так вот, то вы это по расчете и поймете намного быстрее, чем если бы это было в таком разнообразии. Соответственно, зачем чек-стайл сам-то по себе нужен, да? То есть, наверное, здесь не столько... Сейчас дальше будут слайды, но они не совсем на вопрос зачем вообще. Как бы, во-первых, смотрите, что стиль кодирования – это, по факту, дело привычки. И если вы какое-то продолжительное время пишете в одном и том же стиле и видите один и тот же код, написанный в одном и том же стиле, то вы тоже привыкаете так писать. То есть, это не то, за что стоит сильно бороться, если это не мешает, как бы... Ну, то есть, смотрите, бывают вот такие нюансы, да, с Ифэлстом, например, да, когда неправильное соблюдение стиля может провоцировать случайные баги. И здесь, как бы, это важно. Но в некоторых ситуациях это не очень важно, и так как это все-таки человек привыкает, то проще к этому привыкнуть и жить с тем, что, как бы, есть. При этом, что это довольно иногда спорный нюанс, ну, типа, спорный момент, как правильно писать код, так или иначе. И поскольку разные люди приходят с разным опытом, с разным багажом знаний, они видели разный код, надо как-то сделать так, чтобы они все, ну, как бы... То есть, у каждого человека может быть, там, разработчика, может быть свое представление о том, как вообще правильно. И когда нет вот этого, там, чек-стайл или каких-то других инструментов, проверяющий стиль, то иногда могут быть эти вопросы возникать не в процессе, например, а вот в процессе review, как бы, слушайте, ну, вот у нас в проекте так, а давайте как по-другому делать. Больше того, да, что есть еще такой нюанс, что код, на самом деле, это пишется редко. Ну, как бы, смотрите, если у вас какой-то стартап, вы только начали весь проект, вы, скорее всего, будете писать много-много-много кода. Но если вы разработчик опытный, то, наверное, через... после того, как вы проект стартанете, он у вас продолжит жить. То есть бывает так, что там люди, там, ну, как бы, пишут какие-то свои программки маленькие в университете или не в университете, там, для себя, например, и когда нету какого-то привычки писать сразу корректно, то возникает ситуация, что вы написали много-много кода, открываете его же через, там, неделю-две месяц и понимаете, что вы ничего не понимаете. То есть вы не только лишь не можете вспомнить, что там происходит, но не можете понять, зачем, и не можете понять, как это все устроено. То есть по неопытности можно сделать какую-то неудобную архитектуру, нерасширяемую, немасштабируемую, нечитабельную, и придется все переписывать с нуля. Но если вы либо уже опытный разработчик, там, архитектор какой-нибудь, то, скорее всего, вы, именно вы будете зачинать сложные какие-то части. При этом код, который будет написан, он будет, ну, либо у вас просто есть большой проект, да, который долго живет, соответственно, там любой код будет долго приживаться. Ну, не то чтобы любой, да, просто он будет отсеиваться на ревью, а дальше то, что ревью пройдет и все это тестирование, он останется надолго. И этот код придется читать. Причем написали вы его один раз и, в принципе, можете заниматься другим, а читать его придется множеству людям по несколько раз. Ну, то есть, бывает тогда, что вы обращаетесь к какому-то куску кода, пытаетесь опять вспомнить, опять все это читать, опять все это вспоминать, чтобы понять, как это все устроено. Соответственно, эта штука увеличивает, как минимум, читабельность кода. Потому что, если вы, если все пишут одинаково, то, ну, как бы, мозг начинает, ну, то есть, не надо конвертировать эти разные расставленные пробелы, скобки и разный стиль. То есть, не надо продираться через эту пелену, как бы, разных стилей, чтобы докопаться до того, что действительно происходит. Какой функционал-то там скрывается за этими непонятными пробелами. Также это упрощает, соответственно, дальнейшую поддержку, потому что код читабельный, и его легче понять, его легче поддержать. И если стиль кодирования такой, что он позволяет вам предотвращать потенциальные баги, ну, то есть, условно, сейфаус это хороший кейс, потому что, если всегда писать скобочки, то вы, скорее всего, с трудом промахнетесь мимо этого блока, когда вам надо будет дописать что-то внутрь else. Ну, либо ставить вот эти отступы, да. Соответственно, как мы его будем изучать? А изучать мы будем вот так, как вы сейчас делаете вторую домашнюю. То есть, чек-стайл, как бы, чек-стайл это просто свод каких-то правил, да, того, как код должен выглядеть. Он, в принципе, не умеет понимать, что код ваш делает, но он представляет примерно, как он устроен. Анализ кода статический. Ну, соответственно, вот, да, то есть, вы пишете код, пытаетесь его собрать, смотрите, он у вас может не собраться, вы смотрите на ошибки, читаете, что это за ошибка значит, как надо правильно, исправляете, пишете код, и дальше раз за разом, и в какой-то момент вы просто сразу станете писать такой код, который будет не вызывать ошибок при сборке. То есть, рука в какой-то момент набьется, но первое время это будет довольно болезненно. То есть, например, если, там есть такие правила, да, в чек-стайл, они были в гугл стайл гайде, что надо всегда писать жаводок, но я их оттуда пока выпилил, потому что, на самом деле, писать много кода и писать еще дополнительно жаводок на каждый метод, каждую переменную, каждый класс, это не очень-то просто. Тем более, что хочется, чтобы эти комментарии не были такими вырожденными. Ну, когда вы, как бы, чек-стайл вас, спросите, напишите комментарий, опишите жаводок для конструктора. И вот, по-хорошему, там что надо писать, да, вы должны написать, как этот класс будет использоваться, какие параметры передаются в конструктор, зачем он вообще нужен, и как с ним жить. Но, поскольку правило есть правило, и люди начинают его обходить, и просто делают эти фигурные скобочки для жаводока и пишут ctor, например. Ну, что, как бы, называется конструктор, если сокращенно, если раскрыть, да, это все. Ну и вот, то есть, комментарии начинают вырождаться, поскольку правило правилом, но это не говорит о том, что это будет качественно, да, еще. То есть, вы что-то делаете, вот сейчас с текущим чек-стайлом, который в проекте, да, вот так вот написать, например, нельзя. Если вы уже пробовали делать вторую домашнюю, то вам на такое скажут, что ага, смотрите. Ив должен использовать фигурные скобочки. И говорит, вот есть такое правило, need braces. Соответственно, если зайти на сайт чек-стайла, то там есть ссылка, что это такое, как с этим жить, зачем оно используется, и какой код подходит под этот паттерн, какой не подходит под это правило. То, что есть проект, я формально взял просто Google Java Style Guide, он, собственно, в чек-стайле, там есть ссылочка на него, но убрал оттуда парочку частей, такие как JavaDoc, например. И еще оттуда вроде убирал магические константы. Ну, в общем, это чуть-чуть урезанный вот этот Google Java Style Guide, и у них там по ссылочке красивая такая страничка, где они описывают, что к чему и почему. Соответственно, чтобы вам жизнь была легче, ну, то есть вот вы не можете просто вот, пока вы пишете код, вы можете не догадываться о том, что вы делаете что-то неправильно. И когда вы соберете, вы можете расстроиться от того, что где-то вы ошиблись. Соответственно, для этого вашу жизнь можно упростить тем фактом, что в идее есть, например, реформат кода, и есть еще код стайл такая штука. И причем этот код стайл, то есть вы можете зайти в идею, там есть настройки этой штуки, тут есть тип стиля, тут есть шестеренка, и тут дальше можно импортировать схему того, как надо это делать, и он предлагает заиспользовать конфигурацию чек-стайла. Но эта штука должна, ну, сейчас будет следующий слайд, скорее всего, по дефолту у вас ее не будет, надо будет поставить плагин. Собственно, если вы эту, вы берете схему из проекта, которая вот тут вот, вот вы знаете, где она лежит, дальше вы говорите чек-стайл, configuration import, и дальше с помощью реформата вы уже часть проблем просто избежите. То есть пишите код, делаете реформат, и вот вам что-то идея сама подправит. Вот, и есть такой плагин чек-стайл idea. Тут вот в лекции есть на него ссылка, его можно просто поискать, да, через настройки плагинов в поиске. И, соответственно, вот после того, как вы его поставите, у вас, по идее, появится вот эта вот кнопочка чек-стайл configuration. Вот, это было Project Style. Теперь давайте про домашнее следующее. Смотрите, я подумал и решил, что давайте будем делать так, что были у вас бранчи, кто-то кодил в мастере, кто-то не кодил в мастере, кто-то, я просил там создавать бранчи по фамилии, ну, в принципе, у меня уже есть все ваши ссылки, ну, почти всех ссылки на GitHub, и я могу понять по аккаунту, кому он принадлежит, да, потому что вы указывали. Соответственно, вам нужно сделать такую штуку, чтобы было удобно, да, вы сделаете какой-то бранч в вашем форке, который бы соответствовал мастеру в моем репозитории, либо мастер, если вы его еще не испортили, ну, можно попробовать мастера вашего форка починить, чтобы там были только коммиты мои, можно попробовать создать просто рядом соседний бранч, ну, да, соседний бранч, который будет соответствовать тому мастеру, который у меня. Дальше, соответственно, вы из этого бранча периодически мерзжетесь с моим, и когда наступает новая домашняя, вы от нее делаете git checkout минус branch минус b с названием hv defix xx, где xx это номер домашнего. Дальше, соответственно, вы мне сдаете этот pull request, один его закинули. Ну, да, смотрите, и дальше в него допушиваете, если что-то надо поправить. Ну, чтобы не было такого, что один человек создает там 10 штук этих pull request на каждое изменение. То есть две цели, да? Что вы учитесь еще, да? Нам получается бранч на каждое задание надо? Да. То есть каждый раз на улице. Ну, и для этого вам нужен свой условный мастер, чтобы его хранить актуальным и от него просто отбранчовываться. Ну, то есть такая же схема обычно происходит на работе, что вам дается какая-то задача, у вас есть какой-то мастер с текущими изменениями, вы берете этот мастер, делаете бранч с названием задачи, и разные системы контроля версий, там, например, Jira, она позволяет настроить префиксы для задач. То есть вы можете указать, что там, ага, вот у нас в Jira есть несколько проектов, ну, давайте проект с домашними назовем префиксом HV, и когда будем создавать новые таски, у нас будет увеличиваться счетчик. Соответственно, так все и происходит, да? Разработчик открывает Jira, смотрит на ID task, это какой-то префикс плюс ID, берет мастер, вытягивает актуальные изменения, создает бранч с названием этой задачи, и после того, как он закоммитит, там, по-хорошему, ну, в коммите должен содержаться идентификатор этой задачи и ее описание, чтобы по коммиту можно было понять, что вообще там происходит, не залазя в сам коммит и не читая код. Ну, как бы, такие правила хорошего тона, да, получается, что название, название pull request должно оторожать, что было сделано в рамках этого pull request. Вот, соответственно, дальше что, да? Вы создаете этот бранч, вы в нем и работаете, 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 делаете pull request. Потом, когда я его проверяю, либо там подходит строк, этот pull request просто закрывается, а эти изменения у вас остались в вашем локальном бранче. То есть я их к себе мержить не буду в своей репозитории, я просто буду закрывать эти pull request, а все изменения будут храниться у вас, в ваших бранчах. Вот, и есть такой момент, что вы, когда по-хорошему надо, чтобы вы научились сами понимать, что ваш проект не соберется перед тем, как делать pull request. То есть здесь, на самом деле, у меня было больше. Давайте договоримся, что вы перед тем, как эти pull request будете делать, вы будете проверять, что они, по крайней мере, билдятся. То есть надо, ну то есть, смотрите, тут как бы проблема сложнее, что вам казалось бы просто, да? Вы закидываете pull request, вы все сделали, дальше работает оно, не работает, вам не важно, вы зато сделали какое-то действие. Ага, типа окей. Но если вы начинаете работать в команде, то это начинает вызывать некоторые сложности. что вы сделали pull request, вы добавляете туда ревьюеров, и если вы будете так вести, что вы на каждое изменение делаете commit, сразу делаете push, проект вообще не собирается, то к вам теряется доверие к вам. Потому что непонятно, в какой момент в pull request действительно те изменения, которые конечные, которые надо смотреть. если вы так будете делать, потом в какой-то момент, скорее всего, вам уже верить не будут, будут смотреть вас попозже. Ну как бы, ну если он еще будет коммитить 25 коммитов, то давайте я подожду день-два, и только потом посмотрю. Вот когда коммиты перекратятся, ну иногда придется еще вам лично, например, ходить кому-нибудь и напоминать, что типа, слушайте, а посмотрите, пожалуйста, там pull request висит. То есть по-хорошему, да, что вы, когда этот pull request сделаете, вы должны его сделать цельным. То есть, ладно, одно дело, если вы фиксите какие-то там баги, ну это еще можно понять, да, но делать так, что вот вы его сделали и там ничего не работает, это неправильно. Надо делать pull request тогда, ну когда у вас уже есть уверенность в том, что у вас все собирается, у вас все работает, у вас хоть как-то это протестировано, и вы не планируете туда что-то добавлять. Ну то есть разница, да, в ощущении того, когда вы этот pull request создаете. В смысле, что, ой, я сейчас создам, а потом еще доделаю. Или в смысле, ну я вроде как все сделаю, но если что-то еще вдруг выявится случайно, то будет доправлено. Ну и, соответственно, другой, да, момент, что если вы, опять же, вам там pull request написали много комментариев, а вы потом начинаете это все пушить, то тут есть два момента, да. Опять же, когда смотреть-то? После какого коммита, ну после какого вашего push, когда подождать надо час-два, пока вы закончите? Или есть какое-то понятие, что уже пора? Ну и тут обычно просто берется такая схема, что если вам там ревьюер написал несколько комментариев, то после вот этого push, в каждый комментарий пишется ответ, типа вот здесь там поправлено, здесь поправлено, а тут вот давай еще обсудим, тут не поправлено. Ну, в общем-то, желательно на каждый вопрос в pull request ответить. Ну, то есть потом вы пролистаете и увидите, что если везде на все отвечено, значит все нормально. Ну, то есть было ясно, что вы действительно внимание обратили и что-то с этим, с этой информацией сделали. либо поправили, либо не поправили. Ну, в зависимости от вердикта, который должен был быть. Ну, и необязательно делать 25 push, потом спрашивать. То есть можно сделать, ну, то есть можно делать наоборот, спросить, а потом только запушить все разом. Для этого, смотрите, есть такая схема, что вы делаете commit, 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 и когда у вас набирается какая-то критическая пачка коммитов, вы понимаете, что ну вот, окей, вы тогда делаете push. Ну, то есть вы, когда делаете pull request, вы так или иначе сделаете от одного до нескольких коммитов. И когда вам надо что-то поправить, вы точно так же. Вы делаете коммиты локально и пушите после какого-то, когда уже все ясно. При этом, как жизнь тебя облегчить, да, теперь эту? Можно это все предвидеть заранее. То есть, ну, во-первых, вот эта вот схема, да, что commit, 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 только потом push, а не commit, push, commit, push, commit, push. Пуш должен быть, ну, то есть коммиты по-хорошему должны быть маленькими и частыми, а pull request большими. Ну, то есть вы за раз должны выкидывать много изменений, а сами изменения желательно делать итеративно. Маленькими порциями. Соответственно, в идее либо в терминале можно предсказать, какой, ну, и тем более, да, даже гитхаб вам показывает. Вот вы когда pull request создаете, то он вам покажет, какие файлы будут изменены. То есть вот здесь уже пора бы задуматься над тем, все ли вы правильно делаете. То есть если вас там просят не кидать лишних файлов, то вам же гитхаб показывает, какие файлы будут в этом pull request показаны. Стоит просто, ну, чуть-чуть задуматься над этим и посмотреть. Также это можно делать через терминал. То есть если у вас есть ветка, в которую вы будете делать pull request, то вы можете ее достать и сделать div с этой веткой. И вам терминал покажет ту разницу между вашей текущей веткой и удаленной. Можно сделать то же самое через идеи. Там есть плагин, там git branches. Там вы выбираете тот branch, с которым хотите свериться. Жмете потом кнопку compare with current и там на вкладочке files будет список этих изменений. Формально он должен быть таким же, как покажет вам в итоге гитхаб. Ну и вот эта вот схема, что делаете много маленьких коммитов и один push. Так, ну хорошо. Теперь, смотрите, есть такая вот домашняя. Она пока еще простая. Но, смотрите, надо к ней написать тесты. То есть сама домашняя решается не очень сложно. Это, в принципе, типичная задача, да, которая дается где-то там в университетах или на других там каких-то курсах по обучению. Но надо ее сделать нормально, а именно самим ее проверить и написать для нее тесты. При этом, смотрите, что здесь написано, да, что этот класс final. А что в Java значит final? Это значит, что от него нельзя отнаследоваться. То есть вы... И у него нет никаких там интерфейсов, просто у вас есть один-единственный класс. У него есть там модификатор final, есть приватный конструктор. То есть вы не можете создать экземпляр этого класса. Ну, можно было это делать... То есть final запрещает наследование, private запрещает создание экземпляров. И у вас есть один статичный метод на то, как это все проверять. Чтобы вам было не так уж весело, здесь этого нет, но давайте еще... Здесь будут дополнительные способы. Ну, то есть смотрите, сделаем такое допущение. Я его потом допишу, да, что... Вот этот скобочный... Сейчас... Ну, собственно, сделать надо вот это, да, что у вас есть три вида скобок. Круглый, квадратный, фигурный. И надо по входной строке научиться понимать, является ли она корректной, либо не является. И для этого есть вот такие вот... То есть вот это определение правильной скобочной последовательности. И я здесь еще допишу ограничение, что давайте у вас вот эта входная строчка будет ограничена по размеру, что там не бесконечная она будет, а... Ну, допустим, там 100 символов, да? Это даст вам больше почвы для кодирования. И смотрите, так как задача не очень сложная, хочется, чтобы вы ее сделали эффективно. Это раз. А во-вторых, здесь добавятся сейчас еще методы, что это будет не просто проверить, да? А давайте еще введем метод, который будет возвращать вам последнюю проверенную успешную строчку. Ну, то есть будет не только лишь класс, который проверяет, но еще и класс, который содержит в себе статистику о проверке. Сколько строчек было проверено в целом, сколько строчек было проверено успешно, они оказались правильной последовательностью, сколько было неуспешно проверено, и к этому всему, соответственно, последнюю успешную строчку. Как можно заметить здесь, вот так как этот метод статик, то, собственно, это задача на использование вот этих операторов final, то есть по максимуму надо заиспользовать final, где только можно, по максимуму заиспользовать static, тоже где только можно. При этом вы не можете заиспользовать нестатичные переменные из статичного контекста. То есть если у вас static-метод, то вы можете вызывать из него только другие static-методы и другие статичные переменные. То есть вот будет, получается, ну где-то метода 3, последняя строчка, вот этот тест и там про статистику. Заодно есть смысл подумать о том, как эту статистику хранить. То есть можно сделать переменные, можно сделать класс внутренний, вложенный, и сделать его тоже static. Статик, класс внутри определить. и сделать это, знаете, наподобие структуры в плюсах, если кто-то на плюсах писал. То есть просто сделать классик, который будет в себе просто оберткой для полей. Ну, чтобы отделить, типа, часть, которая проверяет скобочную последовательность, от самой статистики. Ну и, конечно же, это вот все, да, что вы должны, получается, написать код внутри этого класса. Все вот эти private constructor, final class, static методы ставить таким, какой он есть. Комментарии тоже не трогать. Я еще добавлю вот эти методы про статистику, и вы можете еще писать какие-то свои. Плюс написать тесты. Смотрите, с тестами есть такая особенность, что есть модификаторы доступа, да, как вы знаете. И они бывают, получается, public, protected, package, private и private. И вот иногда, и вот казалось бы, если у вас нет тестов, то стоит все делать приватным. Ну, все, что не торчит наружу, стоит делать приватным. Но если вы пишете тесты, то на самом-то деле тесты, они находятся в точно таком же package обычно. То есть вот у вас есть вот этот классик Core and Prequence Sequence, там, предикат. Ну, я его еще переименую, чтобы он звучал лучше для статистики. И он находится, ну там, ладно, нет, на слайде. Ну, в общем, он находится в точно таком же package, но в другой папке. Если тесты находятся в папке test, то исходники на java находятся в папке java. src в папке они находятся. И вот тут есть такой лайфхак, да, что когда вы используете одинаковый package, то java вам позволяет даже из другой директории видеть там дефолтные поля, например. Ну, в общем, модификаторы доступа действуют. Если у вас package точно такой же, но находится в другом месте, то все эти условия с модификаторами доступа действуют так, будто бы эти все классы в одном и том же package. То есть, смотрите, если в коде написано package одинаковый, то реальная локация этих файлов, где они лежат, не имеет значения. то есть эти package лежат в двух разных местах, в двух разных ветках, но на них все, все эти модификаторы доступа действуют. вот, ну и давайте подумаем, как это все решать. Все, это... В общем, давайте, как решать? Вот есть у вас скобочная последовательность, разберем домашнюю. Как можно понять, что у вас скобочная последовательность корректная? Так, сейчас вот сразу скажу, давайте через регулярные выражения не делать это задание. Надо сделать его эффективно. Смотрите, надо счетчики, правильное решение. И было еще про стэк, да? Просто смотрите, непонятно, как вы будете писать регулярные выражения, это раз, а во-вторых, регулярные выражения сами по себе медленно работают. И это как бы... То есть если хотите написать код быстрым, то не стоит использовать регулярные выражения. И есть сканер, да, в Java, который очень удобный, который позволяет вам понимать, что перед вами стоит. Там int, либо long, либо там float, либо строчка. Брать следующий токен, следующую строку. И, казалось бы, хотя он такой весь из себя удобный, но он на самом деле очень неэффективный. Потому что внутри себя работает через регулярные выражения. и он все пытается спаттермачить. И намного выгоднее написать, не использовать сканер, а написать свой парсер, когда просто берется, считывается вся строчка целиком, делится по пробелам, и вы просто... Ну, то есть сделать свой парсер под свои данные, да? И вы просто знаете, что, ага, в этой строчке только int, и каждую такую токен парсить как int, и у вас нет никаких регепсов, и у вас все работает намного быстрее. Ну, в общем, да, давайте. Кто расскажет, что это делать со стеком? Как это решается через стек? Да, соответственно, вот это вот все решение, да, что вы берете, создаете себе стек, как... Ну, повторю, да, то же самое сейчас. Если вы встретили что-то, что открывается, круглое, квадратное, фигурное, вы это кладете. Если встретилось что-то другое, то вы смотрите на последний элемент в стеке. Ну и, конечно же, надо обратить внимание, что у вас может в стеке уже ничего не быть, и вы на самом деле сейчас за границы зайдете. То есть надо посмотреть на символ назад, и если эта скобочка совпадает, только другого вида, вы встретили закрытую, оказалась открытой, значит все ок. И получается у вас есть стек, в стеке есть указатель. Вы, когда встречаете открывающуюся, вы скобочки накапливаете, открывающуюся, двигаете указатель, когда встречаете закрывающуюся, указатель двигаете обратно. Вот это все к чему, да? Чтобы сделать это эффективнее, есть специальное, ну сделано еще ограничение, что давайте у вас строчка будет ограничена по размеру. Это вам позволит создать стек один единственный раз, и потом всегда его использовать. То есть здесь есть, конечно, нюанс, что это будет работать некорректно в многопоточной среде, но мы пока об этом не говорим, и поэтому стек можно создать один раз. Да, как бы. И чтобы его создать, вам придется использовать как раз таки модификатор static, чтобы его проинициализировать. Вот, что тут есть еще, да? Что есть вот эти границы, которые следует соблюсти. Что может так статься, да? Что у вас... Ну просто надо еще подумать, когда вы будете писать тесты, надо подумать про плохие случаи. Что вам на вход дали там три открывающихся скобочки или одну открывающуюся. И вот вы вдруг выясняете, что бах, а там как бы нет ничего больше в стеке. То есть надо еще такую границу просматривать. Вот. И также есть еще дополнительные условия, что если в строчке появилось что-то, что не скобочка, то надо выбросить исключение. Скобочек, соответственно, 6. Вот. Как хранить скобочки? Смотрите, скобочки, это получается константы. Они неизменны, поэтому их надо сделать какими? Их надо сделать Final и Static. И дать им какое-то нормальное название. Соответственно, вот. То есть ваше задание состоит в том, чтобы заиспользовав по максимуму Final, модификатор Final и модификатор Static, сделать наиболее эффективную программу, которая это решает. Ну и плюс еще как-то пробрасывать между собой состояние, которое у вас будет в этом классе присутствовать. То есть делать такой утилитный класс. Вот. Соответственно, по этому поводу у меня все. Домашние те, кто вторую. Я еще сегодня буду смотреть, кто мне что доздал. И кто-то мне еще писал, я еще не ответил. Я видел, но не отвечал. И если у вас есть какие-то вопросы, то... Вопросы. Ну и, соответственно, есть этот канал, куда я буду еще все скидывать. И моя ссылка. В общем, если у вас есть какие-то вопросы по практике, по этой второй домашней, как это все с гитом делать, то давайте я буду на них отвечать. А лекционная часть закончилась. Закончилась.